Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Мы всегда ищем и стремимся к комфортабельному авто. Комфортный автомобиль должен сочетать в себе не только пневмоподвеску, но и практичность, надежность и, конечно же, экономичность. Пневмоподвеска – это уже роскошь, за которую нужно платить немалые деньги. Ассаламу алейкум, дорогие автолюбители, с вами программа «Проавто». И сегодня у нас на обзоре японский автоконцерн Toyota 30-ка 2004 года «Европеец» с объемом в 2,4. Хотите узнать все подробности? Не переключайтесь, будьте с нами. И сперва-наперво хочу обратить ваше внимание на комплектации. На нашем автомобильном рынке можно найти Toyota 30 араба, американца и, конечно же, европейца. Между ними существенная разница, как между различием кузовной части, салона и ходовой, так и между ценовой политикой. Цена на европейца варьируется от 3 до 4 миллионов тенге, а араба и американца можно найти и за 2-2,5 миллиона. Я сейчас начинаю понимать, почему именно все мы выбираем этот автомобиль. Так как она, несмотря на все годы и невзгоды, остается актуальной и всегда в моде. Во-первых, все мы знаем, что вся рекламная политика автоконцерна направлена на надежность. Во-вторых, этот автомобиль подходит под наши казахстанские дороги. И, в-третьих, она не теряет своей животрепещущей цены, что для нас очень важно. Автомобили Toyota не крутые, в кавычках. Они очень хорошие, качественные японские железные скакуны, которые могут преодолевать сотни, а то и тысячи километров. Сама по себе машина, она крупногабаритная, достаточно валкая. И на наших дорогах она выделяется среди серой толпы автомобилей. Эта камера пятого поколения выпускалась с 2001 по 2006 года. Что можно отметить по кузовной части? Доработали бампера, поменялась оптика как передняя, так и задняя в лучшую сторону. Но и решетка радиатора стала хорошо выглядеть, стала более хромированной. Мы в салоне европейца 2004 года, комплектации XLE. Значит, наш европеец на коже. Кожа достаточно-таки не протертая для своих лет. Также здесь нужно подчеркнуть о псевдодереве, скажем, декор, да, под дерево сделано из пластика. Все эти навороты воссоздают гармоничную эстетику салона. Передние сидения не имеют четко выраженной боковой поддержки, но сидеть на них довольно-таки удобно. Регулировка передних сидений электрическая. Также имеется подогрев, датчик дождя, регулировка руля с РС-АБС. Панель управления европейца отличается от американца и араба тем, что здесь идут кнопочки на климат-контроле, а на вышеперечисленных комплектациях крутилки. Чем меня цепляет Toyota в 30-м кузове, так это необъятным пространством в салоне. В салоне этого автомобиля ты чувствуешь себя не зажато и не закомплексованно, ведь отчасти от атмосферы в салоне зависит дальнейший ход автомобиля. Время тест-драйва настало, мы не дремлем, дорога тоже. Я напомню вам, друзья, что сегодня у нас на обзоре Toyota 30, европеец 2004 года с объемом 2,4. Ну что ж, поехали! Машина достаточно большая, интересная, мягкая. Нужно отметить, руль очень легкий, к сожалению, не очень чувствительный, можно сказать, не информативный. На кочках и неровностях подвеска ведет себя очень достойно, глотая и амортизируя все препятствия. Если честно, машина ненадоедливая, под ухо ничего не жужжит, работа мотора вообще не слышно. Ну а что касается скорости, здесь, конечно, 2,4, не даст вам в полной мере ощутить некую напряженность. Автомат переключает плавно, но динамики в скорости не чувствуется. Возможно, все это связано с объемом двигателя. Несмотря на все эти косячки, расход по городу 12-14 литров. По трассе можно уложиться в десяточку, а то и в 9 литров. Тест-драйв Toyota 30 европеец, по моему взгляду, прошла успешно. Сейчас мы направляемся в сторону станции технического обслуживания, где нас ждет механик. А пока мы едем к нему, давайте узнаем, какими штрафами может обернуться, если мы на дорогах нарушаем правила дорожного движения. Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, карается статьей 595 частью 1.5 МРП, что составляет 11 345 тенге. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, вызымается статьей 595 частью 2.10 МРП, что составляет 22 690 тенге. Не нарушайте ПДД, и вам не придется оплачивать штрафы в крупных размерах. Дим, добрый день. Добрый день. Вот приехали снова узнать вашу профессиональную точку зрения. Сегодня у нас на обзоре Toyota 30 2004 года, европеец с объемом 2.4. Сейчас нам нужно разобраться. Мы сделали краткий обзор, разобрались с экстерьером, с интерьером автомобиля. Что он из себя представляет под капотом, какой у него мотор. Расскажите все плюсы и минусы об этом моторе, и вообще наряду еще какие моторы существуют. Давайте взглянем. Здесь под капотом имеется 16-клапанный двигатель, да? Совершенно верно. Ну, какие могут быть с ним проблемы? Мотор VVTi? В принципе, таких больших проблем нет. Довольно часто прокладки клапанных крышек меняются. То есть резинки подсыхают, начинается утечка масла. Коренной сальник двигателя также подсыхает. Утечка масла идет. В основном моторы, вот эти гарантия у них 300 тысяч на цепочку. Цепь ГРМ. То есть это, конечно, лучше, как бы, ресурс продлевается по сравнению с трехлитровым мотором. Поэтому многие предпочитают, конечно, 2.4, но по ездовым характеристикам, конечно, трехлитровый мотор не сравнится. На 20 лошадей, как бы, имеет преимущество впереди. Ну, по расходу топлива, в принципе, на литр-два разница. То есть в пользу 2.4. Ну, вообще, мы, сделав тест-драйс, ну, вот чувствуется, что немножко вот она не дотягивает, да, нет динамики. Трехлитровый мотор, получается, он, как бы, объемлет все это, да? Ну, да, конечно. А вообще, сам бы ты что посоветовал вообще? С трехлитровым мотором тридцатки или 2.4 тоже пойдет? Ну, и 2.4, и 3 литра, смотря, где эксплуатировать машину. То есть, если двигаться по городу, дом, работу, то, в принципе, 2.4, я думаю, хватит. То есть, зависит тоже от стиля вождения. Если человеку нужно больше лошадей под капотом, то, соответственно, лучше, конечно, трехлитровый мотор. И ресурс у трехлитрового мотора значительно больше, чем у 2.4. За счет объема, за счет запаса, мощности, которые не используются. Соответственно, конечно, ресурс больше. Ну, вот полный ТО, через какое время вообще делается под капотом, вот, дает и тридцатки? Десять тысяч. Десять тысяч километров? Десять тысяч километров. Ну, мы рекомендуем, конечно, делать чаще. То есть, если речь идет о заменах масла, двигатель также меняется. Семь-восемь тысяч. Коробка первый раз 60 тысяч, потом каждый 40 тысяч. То есть, на этом деньги экономить, я думаю, не следует, потому что все-таки дешевле поменять масло, чем потом производить ремонт коробки. А вот коробка, раз затронули тему коробки, давай немножко о ней поговорим. Коробка именно на 2.4 объеме, то есть, она ходит хорошо. То есть, у нее ресурс, есть машины, которые 300 тысяч, 350 тысяч приезжают. То есть, в ремонт коробки еще финансы не вкладывались. Если взять, например, трехлитровый мотор, то там, конечно, 3,3, 3 литра, то там, конечно, уже коробка за счет того, что объем большой, выходит из строя быстрее коробка. Давай сейчас мы заведем машину и послушаем звук мотора. А после посмотрим ходов. Хорошо. Мотор работает тихо, при первой заводке немножко, немножко слышны щелчки. То есть, это не проблема, это гидронатяжитель. То есть, в то время, пока закачивается масло, с масляного насоса происходят маленькие щелчки. И это не проблема. Практически все машины звук этот выдают. Toyota 30 по своей сущности неприхотливая машина и не требует постоянных вложений. Как говорится, один раз сделал то и забыл. Ну что ж, время пришло заглянуть в ходовую часть. Рулевая рейка проверяется. Можно поставить руку на тормозной диске. Чувствуется стук. То есть, этот стук идет с рулевой рейки. Это неизбежно, так как уже хороший большой пробег на машине. То есть, выработка есть. Также проверяются тормозные колодки, состояние тормозных дисков и соленблоки задние на передних и нижних рычагах. То есть, сейчас я вижу, что соленблоки хорошие в глубине стоят. Также здесь видно состояние амортизаторов. То есть, есть ли утечка с амортизатора масла, либо нет. В принципе, в таком положении проверка окончена. Ну, Дим, с чего можно начать сейчас вот? Ну, я думаю, начать следует с самых слабых узлов этой машины. То есть, слабые места, то, что я говорил по утечкам масла, это коробка коренной стальной двигателя. То есть, довольно часто производим ремонт. Также рулевая рейка, то есть, на предмет утечки проверяется. Шаровые опоры, ну, ходят, если хорошая оригинальная шаровая, она ходит 100 тысяч, 80 тысяч. Но это при условии, что машина часто не эксплуатируется на бездорожье. Также, ну, раз в 20-30 тысяч меняются втулки стабилизатора переднего, стабилизатор передней устойчивости. Также стабилизатор поперечной устойчивости задней. Тяги, внутренние рулевые тяги и наконечники, они, ну, меняются раз в 30-40 тысяч. То есть, в принципе, машина, она не капризная. Почему ее полюбили, особенно у нас? В Казахстане, да? Да, тем, что машина требует очень мало вложений. Если сравнить ее с другими марками, то вложения практически нулевые. А чем отличается вот передняя часть ходовой, в общем, подвесной системы от задней? Здесь зад многорычажная система. То есть, так же, как, в принципе, на Мерседесах, так же, как на всех Тойотах. Здесь много рычагов. За счет этих многих рычагов плавной съезды. То есть, все стуки, все гасится за счет резинок. То есть, я считаю, что вот именно вот эта вот подвеска, она очень удачная. За счет вот этой подвески Тойота, она у нас и приобрела такую популярность в стране. То есть, минимум вложений, максимум удовольствия, комфорта. Здесь по задней части, так же, как по передней, проверяются амортизаторы на предмет утечки. В некоторых случаях, конечно, мы проверяем стуки. То есть, бывает такое, что амортизатор сухой, но он стучит. То есть, ну, это издержки времени. Ну, и в конце нашей программы, Дим, я традиционно задаю один лишь вопрос, который волнует меня. По 10-бальной шкале на сколько баллов ты оцениваешь сегодняшнего нашего железного скакуна? Ну, оценку я бы разделил на две части. То есть, я оценил бы конкретно силовой агрегат и ходовую часть. Ходовую часть я оцениваю в 9 баллов. Силовой агрегат вместе с коробкой я бы оценил, наверное, баллов на 7. Пытливые умы изобрели один из успешных кузовов из серии Camry. Тойота 30 европеец вобрала в себя все качества достойного автомобиля. В эксплуатации она неприхотлива, бизнес-класса, что еще надо? Сел и поехал. Главное, будьте осторожны на дорогах, не нарушайте правил дорожного движения. На этом все. Ассалам алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова